Ты знаешь, как говорили про Филиппа Игалите, это такой персонаж, который был родственником короля Бурбона, Людовика XVI, и при этом выступал за его смерть. Ну, естественно, его самого казнили. И он перед казнью сказал палачу, который пытался с него снять сапоги, он сказал, после, сейчас за дело. И по этому поводу монархисты, они говорили, жил как свинья, а умер как настоящий король. То есть у всех бывают свои минуты славы. Берия перед смертью, как известно, пытался разорвать рубашку. Было в нем, видимо, хоть какие-то человеческие качества, какие-то человеческие поры, значит, где-то глубоко в душе они у него там... Просто люди сложнее, чем их образ. Конечно. И это относится ко всем, в том числе к людям, которых вы ненавидите. Просто это не оправдывает те преступления, которые они совершают никогда. Их вообще, в принципе, человеческая сложность ничего не оправдывает. Это повод для рефлексии, повод для размышления, но не повод для оправдания. Безусловно. То есть, там, не знаю, идеология большевиков, она чудовищная, и сами большевики чудовищная организация. Но там куча большевиков шла на смерть. Там, не знаю, реальные истории, когда они там, не знаю, в плену, значит, перед смертью, перед расстрелом, какие-то идейные большевики говорили там, ну, не знаю, там, всех не перестреляешь. Считайте меня коммунистом. Там, всех не перестреляешь, значит, ну, и так дальше. И перед смертью вели себя максимально достойно. Оправдывает ли это большевиков? Нет. Говорит ли это... Тем не менее, это о чем-то говорит, да? Если люди были готовы действительно вот так вести себя достойно перед неминуемой смертью, наверное, все-таки это говорит о том, что... Ну, снова это тема для другого стрима, но я, на самом деле, могу порефлексировать, о чем это говорит. Это говорит о том, что явления, которые случаются, и успех тех или иных идеологий, которые происходят, он не происходит на пустом месте. Для него есть предпосылки. Если мы не будем эти предпосылки пытаться изучать, то мы просто не сможем избегать тех ошибок, которые были допущены в прошлом. Это одна из причин, почему я критикую Николая, и почему, значит, мне предъявляют националисты... Николай. А, Николай Второго. Николай Второго. И почему мне предъявляют националисты? Потому что они совершенно не хотят рефлексировать о том, почему произошла революция, а я это делаю. Ну, да, то есть мне нравятся обе точки зрения. И представление о том, что, значит, это было стихийное восстание масс, ну, слушайте, мы взрослые люди, как бы... Нет, это не было стихийное... Ну, а из-за того есть представление о том, что это просто, значит, сговорились генералы с промышленниками, с великими князьями и сбросили царя, и все, и больше ничего не было. Нет, 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 мы же не говорим даже не про февраль. Я, по крайней мере, говорю даже не про февраль. Я говорю про октябрь и про то, что... Октябрь – логичный результат февраля, как мне представляется, все-таки. Я в этом отношении согласен с Ложеницыным. Не вполне. Я думаю, это можно было избежать. Это результат уже ошибок революционеров. Нет, те, которые пришли в феврале, это был какой-то, конечно, какие-то очень веселые ребята, когда смотришь на... Так вот вопрос, к которому нужно задаваться. Если такие веселые ребята пришли в феврале и свергли ваш тысячелетний рейх, то вопрос должен быть все-таки к тысячелетнему рейху. Но все-таки, с другой стороны, там было много всего интересного, да. По этому поводу вот Андрей Фунт писал. Да, хорошо, значит, мы понимаем все про большевиков, мы, ну... Значит, ну вот в феврале 17-го года к власти все-таки временное правительство. Это хорошие, значит, образованные русские, да, действительно, с какими-то идеалами. Они потом доказали, что у них есть... У некоторых из них есть какие-то идеалы. У них было хорошее образование. Они там умели красиво говорить. Воля не было. То самое, Ницшанский. Нет, ну да, да. Вот почему эти, значит, люди, которые... Они не вызывают какое-то отвращение. Князь Львов не вызывает там какого-то отвращения, как какой-нибудь, не знаю, там, урод Свердлов или, значит, вот вся эта сволочь, да. Тем не менее, все они, значит, просрали. Ну, извиняюсь. Да, в итоге сначала Керенскому какому-то, значит, клоуну, а потом... Я не согласен, что Керенский был клоун, он был незаменим в тот исторический период. И беда и трагедия России в том, что Керенский, конечно, не оправдал свои исторические миссии. Вообще, вполне вероятно, не мог ее оправдать. Не та фигура, которая могла его оправдать. Да. Казайте, как и Корнилов, который был против него. Но беда-то в том, что не было альтернативы. Ну... Об этом... Нет, ну это правда. Нет, ну здесь можно... Кстати, посоветуйте мне просто, кого позвать на эфир поговорить об этом, потому что тема интересная. Волкова какова? Сергей Волков, историк. Очень хороший, крупный историк. Он собрал базу данных по дореволюционным биографиям. Больше миллиона элементов. То есть, представляешь, больше миллиона биографий. Ну там не совсем биографии. И он... У него как раз книжка «Почему РФ не Россия?» Почитай, очень интересно. Окей. Почитай. Я тебе сброшу какие-нибудь ссылки. Он правда очень интересный. Он у меня был на стриме. Он... Ну как? Он немножко, знаешь, такой как дореволюционный профессор. Он не умеет работать в таком быстром темпе. Вот он немножечко так растекается мыслью по древу. Но он фантастически образован. Как бы очень хорошо разбирается в теме. А по поводу... Кстати, еще кого... Он способен говорить о политике, а не просто об истории? Ну, у него есть блог. Я тоже тебя сброшу. Он там постоянно пишет про политику. Да. Нет, я не современный имен того времени. И того, и этого. Ну, естественно. Да, конечно. Нет. Ну, в смысле? Ну, история неотделима от политики. Ну, как-то. Ой, ну, слушай. У меня тут, кажется, второй историк, который я на эфир приглашаю. Говорит, что я не занимаюсь политикой и не хочу не говорить. Нет, Волк такого не скажет, потому что у него есть блог, где он реально занимается даже текущей политикой. Я посмотрел. А что интересно, он когда ко мне приходил, я ему как раз вот говорю, ну, вот все-таки февраль, ну, это по большей части переворот. Его это совершенно не устроило. Он сказал, что нет, это в первую очередь вот результаты исторического процесса. Так что он намного ближе к тебе, чем ко мне в этом отношении. Я просто не считаю, что исторические процессы детерминированы. Я считаю, что роль личности в истории она очень... Нет, но это, в общем, на самом деле никто не считает, включая Карла Маркса. Карл Маркс тоже не считал, что все детерминировано какими-то естественными процессами. Так, у меня, я чувствую, чуть-чуть начинает заплетаться язычок, поэтому я сейчас доплю вино, и можно мне боржом или как-то минералочку? Да, я его сейчас допью, и потом... А то мне уже... Ну, давайте поставим. Все хорошо. Дальше вопросы. You have one old message. Tuesday, 5.48 a.m.